В этой симфонии солирует баян. Редкость для классической музыки симфонических произведений для данного инструмента не так много. Музыкальный эксперимент композитора Владислава Золотарева поражает своей многогранностью и целостностью. Музыкальный эксперимент композитора Владимира Ступникова и виолончелиста Ивана Синдетского родился несколько лет назад. Музыканты дружат еще со школьной скамьи. Оба родились в Санкт-Петербурге. Но Иван сегодня учится в Америке, а Владимир повышает квалификацию в Германии. Поэтому их совместные концерты – большая удача для оценителей музыки. Как-то так получилось, что мы очень часто на гастроли ездили, когда учились десятилетки. И так появилась идея сделать что-то вместе, сыграть концерты. Сначала небольшие, а после уже серьезную музыку. Концерты молодых российских дарований по поручению Министерства культуры России проходят по всей стране. В прошлом году они были в Санкт-Петербурге, Кисловодске и Грозном. В этом пройдут только на Дальнем Востоке. В рамках проекта гастроли прошли в Хабаровске и Благовещенске. Настроение замечательное. Играю прекрасную музыку. Играю джазовый концерт Фридриха Гульды. Вот с духовым оркестром, гитарной гитарой и барабанной установкой. Так что сегодня будет супер. Симфония композитора Фридриха Гульде, где сольной партией выступил виолончелист Иван Синдетский, это настоящий взрыв различных жанров. Здесь все перемешано. От джазовых до классических мотивов. Австрийского автора они случайно называют бунтарем в мире музыки. Такую музыку амурский зритель слышит редко. Она для настоящих ценителей. Поэтому организаторам концерта было важно то, как пройдет эта гастроль. Но судя по тому, что в зале был аншлаг. Музыкантов здесь ждали. Нам очень важен резонанс от местной публики. Услышать их отзывы, чтобы в дальнейшем как-то корректировать какие-то моменты. И если публике понравится, конечно, мы готовы привозить из таких солистов и работать над программой. Гастроли Хабаровского краевого театра и лауреатов международных конкурсов – это не единственный крупный проект, который организован Амурской областной филармонией. Уже в ноябре всех ценителей искусства ждет новая встреча с прекрасным. Подробности пока не раскрываются. Юрий Камышный, Иван Щербинов, Амурское областное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова